Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте, Сергей. И здравствуйте, наши замечательные видео и радиослушатели и зрители. Да. Давайте начнем вот с чего. Лапид и Беннет возвращают страну к политике Осло. Вот, если можно, чуть поподробнее об этом. Да, Сергей, пожалуй, прошедшую неделю в Израиле можно было бы заглавить именно вот таким образом. И дипломатический календарь прошедшей недели, он, в общем, подчеркнул колоссальную разницу между внешней политикой прошлого года и нынешнего. Но обо всем по порядку. В воскресенье, в самом начале недели, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Ейрлапид принимали канцлера Германии Ангелу Меркель с прощальным визитом в Иерусалиду. И тут надо сказать, что хотя средства массовой информации и вообще неполитические элиты Израиля давно и слаженно представляют Меркель таким другом Израиля, надо понимать, что на протяжении большей части своего 16-летнего пребывания у власти она последовательно проводила антиизраильскую, даже откровенно антисемитскую, антиеврейскую политику. Ведь именно под её руководством Германия выделила больше денег различным антиизраильским политическим группировкам, включая те, что участвовали в бойкоте Израиля, чем любое другое правительство Евросоюза. Именно при поддержке дипломатической защиты Меркель в Иудее неподалёку от Иерусалима было создано незаконное арабское поселение Хан-э-Лахмар, такой лагерь бедуинов, который был построен прямо на государственной земле, в стратегическом месте. И оно, помимо того, что оно фактически рассекает израильскую территорию и позволяет автономии некую непрерывность, оно напрямую угрожает первой израильской трассе, то есть самому важному, можно сказать, федеральному израильскому шоссе и конкретно посёлку еврейскому Кфар-Адумим. И более того, Верховный суд Израиля ещё два года назад постановил, что, в общем, это государственные земли, которые бедуины просто захватили незаконно и на деньги, выделенные Германией, построили там незаконно свой посёлок. Но посёлок продолжает стоять, и ничего сделать с этим, по крайней мере, покапали и не смогли. Ну и кроме того, под руководством Меркель, надо помнить, ведь Германия последовательно голосовала практически по всем антиизраильским инициативам в Организации Объединённых Наций вместе с представителями палестинских арабов. Ну и, конечно, есть ещё иранская тема, ведь с момента своего вступления в должность в 2005 году Меркель чётко и очень последовательно поддерживала позицию Германии как крупнейшего торгового партнёра Ирана в Европе. И она выступила против санкций, поддерживала своих коллег, когда те освещали и раскрывали нарушения иранским режимом прав человека, все вот эти ядерные происки иранского режима и поддержку террора. И она неуклонно поддерживала ядерную сделку 2015 года с Ираном, несмотря на то, что та открывала дорогу Ирану к ядерному арсеналу. И Меркель абсолютно не волновали ни многочисленные свидетельства недобросовестных иранских переговорщиков, ни систематические и существенные нарушения ограничений, наложенных сделкой 2015 года фундаменталистским режимом. Более того, Меркель возглавила позицию Евросоюза в своё время решению тогдашнего президента Дональда Трампа о выходе США из ядерной сделки в 2018 году. И, по сути дела, годами она упорно подрывала стратегию США по оказанию максимального давления на Иран. И более того, судя по всему, в нарушении международного законодательства Меркель заблокировала усилия США по принуждению к введению так называемых немедленных санкций. Я напомню, о чём идёт речь. Дело в том, что в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, которая закрепила сделку 2015 года, превратила её из пустой бумажки в некий официальный документ, санкции, введённые Советом Безопасности в отношении Ирана в ответ на нарушение договора о нераспространении ядерного оружия Ираном, были приостановлены. То есть в своё время Иран нарушил договор о нераспространении ядерного оружия, который подписал, и Совет Безопасности ООН ввёл против него санкции. Сделка, часть сделки 2015 года, которую Обама организовал, она отменяла эти санкции. Но резолюция предусматривала, что одна из сторон резолюции может отдать приказы об автоматическом восстановлении санкций, если выяснится, что Иран нарушает сделку. Но Меркель убедила в своё время Евротройку, Германию, Францию и Британию, в том, что, мол, выход США из сделки как бы лишил Америку полномочий для восстановления санкций. То есть, мол, раз Трамп вышел из сделки, то, значит, Америка не может вот так вот восстановить санкции в ответ на нарушение Ирана обязательств. На самом деле это вопрос юридически неочевидный, и, судя по всему, Меркель здесь нарушила закон. То есть Америка могла, несмотря на то, что Трамп вышел из сделки, могла Америка вернуть эти санкции. Но дело даже не в этом. Если Америка как бы вышла и не могла, то почему это не сделала Германия? Ну, ответ очевиден. Меркель не возражала против нарушений со стороны Ирана. То есть, в отличие от Трампа, Меркель было абсолютно всё равно, что Иран нарушает сделку, нарушает договор, и таким образом санкции должны быть возвращены. Но, несмотря на приверженность Меркель политике, которая наносила Израилю стратегический ущерб, израильское правительство изо всех сил старалось сделать вид, что мы, мол, друзья. И обоснование этой позиции на самом деле совершенно ясно. Кризис в германо-израильских отношениях навредил бы Израилю гораздо больше, чем Германии. Германия — крупнейший торговый партнёр Израиля в Европе и самый влиятельный член Евросоюза. Если бы Берлин решил начать открыто воевать с Израилем, то он мог бы разрушить экономику Израиля, подорвать её, спровоцировать жёсткое политическое и экономическое наступление Брюсселя, то есть Евросоюза. И поэтому израильские лидеры всегда ворковали о нашей подруге Ангеле всякий раз, когда та произносила что-нибудь такое скорбное о катастрофе. Но если эти лицемерные разлагольствования великой дружбе в ответ на откровенную враждебность Меркель ещё имели смысл, пока она была канцлером, то есть, по сути дела, она была главой Германии, и нужно было с Германией дружить, несмотря на подлость Меркель, то нынешние танцы на этой неделе перед этой хромой уткой, устроенные нынешним израильским руководством, очень трудно оправдать, потому что Беннет никак не продвигал интересы Израиля, когда назвал на после вот этой встречи в воскресенье Германию Меркель моральным компасом Европы. И более того, он реально навредил нашей стране, потому что восхваляя женщину, которая на каждом шагу открыто подрывала интересы Израиля, Беннет сигнализировал её преемникам, что они лишь выиграют от жестокого и подвала обращения с Израилем. То есть сейчас была та возможность, когда правительство Израиля могло сказать Меркель всё, что оно думает о политике Меркель, потому что Меркель уже не канцлер, и расставить все точки над «и». Но Беннет предпочёл идти, конечно, дорогой соглашательства, как он, в общем, делает постоянно, и проварковал о том, что нет у нас лучшего друга, чем Меркель. Но визит Меркель в Израиль был очень-очень крат. Уже в воскресенье вечером она рванула из Израиля, и это не было случайностью. Она не хотела оказаться в Иерусалиме в понедельник. Почему в понедельник? Объясним. Ведь в понедельник Израиль отмечал первую годовщину соглашений Авраама. А Меркель, напомню, была одним из главных противников этих исторических мирных соглашений между Израилем и арабскими государствами, Бахуриным, Эмиратами, Марокко и Суданом. Она и её комрады по ЕС с трудом сдерживали гнев, когда Трамп торжественно анонсировал эти соглашения. Более того, и Берлин, и Брюссель, столица Евросоюза, бюрократы Евросоюза, они бойкотировали церемонию подписания соглашения Авраама в Белом доме. Мы это хорошо помним. Это было всего лишь год назад. И в своём выступлении на мероприятии в Кнессете, посвящённом годовщине подписания соглашения Авраама, лидер оппозиции и бывший премьер-министр Бенемин Натаньяу сказал, «Пока они говорили, что невозможно заключить мир с арабским миром без мира с палестинскими арабами, мы не могли заключить мир. Мы разрубили вето палестинских арабов и заключили четыре исторических мирных соглашения, соглашения Авраама». Я повторю это ещё раз. Натаньяу сформулировал, как всегда, очень чётко и очень ясно. «Пока они говорили, что мы не можем заключить мир с арабским миром без того, чтобы удовлетворить палестинских арабов, мир и не заключался. Как только Натаньяу и Трамп разрубили это вето палестинских арабов, сказали, да пусть палестинские арабы хоть об стенку убьются, нам не важно, что они там бубнят, то тут же были заключены четыре исторических мирных соглашения. Кто эти «они», о которых Натаньяу сказал в третьем лице, как бы не разворачивали? Кто настаивал на предоставлении палестинским арабам право вето в отношении арабо-израильского мира? Ну, понятно, все мы немножко понимаем в политике и понимаем, что среди прочих ими была и Меркель, и все остальные её комрады из ЕС. Ну и, конечно, американские демократы, которые, к слову, тоже бойкотировали церемонию подписания соглашения в Белом доме. Их желание сохранить вето палестинских арабов в отношении арабо-израильского мира никогда не было просто вопросом приоритета. Это была фундаментальная позиция, которая была основана, и вот здесь надо чётко понимать очень, фундаментальная позиция, которая была основана на самом обычном антисемитизме. И Меркель, и все её комрады, и вся эта демократическая партия, в которой полно формальных евреев с еврейскими фамилиями, еврейским происхождением, страшно кичащихся тем, что они происходят там из еврейских семей, их переполняет обычный банальный антисемитизм. Потому что предоставив палестинским арабам право вето на израильско-арабский мир, Меркель, её коллеги и демократы американские, фактически это нужно понимать очень-очень чётко, потому что в этом вся суть. Фактически отвергли право Израиля на существование. Все группировки главарей палестинских арабов от ООП, которая сейчас сидит в рамале, Махмуд Абас, до Хамаса, который сейчас держит газу, они отвергают право Израиля на существование как такового. Они не могут выдавить из себя даже формально согласие на право Израиля на существование. Мы это всё проходили уже. Все они привержены к физическому уничтожению Израиля. Палестинские арабы, оправдывая свою позицию геноцида, и надо назвать вещи своими именами, палестинские арабы призывают к геноциду израильских евреев. Так вот, когда они об этом говорят, они отрицают сам факт того, что евреи вообще являются нацией, и что они обладают историческими связями со страной Израиля. Передав ключи к миру в руки антисемитов, вот этих самых антисемитов, поклявшихся уничтожить еврейское государство, и Меркель, и её комрады из ЕС, и демократы со всеми их бесконечными евреями в Сенате, в Конгрессе, на всех низовых и средних уровнях, вся эта демократическая прогрессистская партия, они фактически заявляют, что война арабов против Израиля оправдана и должна продолжаться бесконечно. Другими словами, они говорят так, Израиль не имеет права на существование. Мы должны понимать это очень чётко. Вас не должно сбивать с толку то, что в демократической партии полно людей с еврейскими фамилиями, с большими крючковатыми носами, с выпученными глазами, со всеми, так сказать, атрибутами еврейской внешности или без атрибутов. Эти люди — антисемиты, будучи даже евреями, потому что по сути своей политики они отрицают право израильного существования. В отличие от всевозможных людей, которых в Америке называют сегодня расистами, супремасистами, консерваторами и так далее, всеми плохими словами, в республиканцы, которые поддерживают право израильного существования. И это выразилось в соглашениях Авраама, проведённых и организованных год назад Натаньяу и Трампу. И всё это подводит нас к Лапиду и Беннету, которые в воскресенье лебезили. Буквально только языки у них были высунуты, глаза выпучены перед Меркель. Не знаю, как это ещё объяснить. У правительства Лапида и Беннета непростые отношения с соглашениями Авраама по двум причинам. Мы хорошо это понимаем. Во-первых, им очень не нравятся сделки, которые сумел заключить Натаньяу. Натаньяу даже не то чтобы их враг или конкурент, он их антипод. То есть они… И в то же время они хотят быть, как он, и всё время делают всё наоборот. Они его ненавидят. Вот если бы я был бы христианин, я бы сказал, они ненавидят его, как дьявол ненавидит Бога. Потому что всё, что они не делают, они хотят, как он. А у них получается ровно наоборот. Они как гоблины. Пытаются копировать эльфов, и всё у них получается шиворот на выбор. И вот они не могут вынести эти сделки, которые на самом деле совершенно очевидно, чудесные и замечательные. И они приносят колоссальные доходы, дивиденды и расцвет. И Израилю, и странам, которые заключили с ним договор. И их просто корчит от того, что это сделал Натаньяу. И они хотят такое же, но у них даже близко не понимают, как это сделать. Но это только одна причина. Потому что вторая причина — они находятся в правительстве, которое контролирует левые и исламистская партия, связанная напрямую с братьями-мусульманами. И левые вместе с братьями-мусульманами отрицают соглашение Авраама по фундаментальной причине. Они намерены вернуть палестинским арабам право вето, потому что это против их подхода, против подхода, в котором Израиль должен быть сохранён. Но при этом Бенету и Лапиду, конечно, и их всем коллегам деваться некуда. Будучи израильтянами, они не могут открыто противостоять настоящему реальному миру с четырьмя арабскими государствами. Они не могут сказать, что они думают об этом соглашении, что они завидуют Натаньяу смертной завистью, что они никогда не смогут подняться до этого уровня и сделать действительно что-нибудь такое. И они не могут сказать, что они в своём правительстве должны вести совершенно в другую сторону, к разрушению Израиля, потому что того требует большинство в их правительстве. И вот придя к власти в июне, Лапиды Бенетт и их коллеги как могут справляться с этим затруднительным для них положением, созданным соглашением Авраама, с одной стороны, отрицая стратегическое значение мира с арабскими государствами Африки и Персидского залива и одновременно эффективно восстанавливая прежнюю внешнюю политику, основанную на умиротворении врагов и на уступках. Для Бенета это, конечно, означало прежде всего обратиться к Иордании. Очень хорошо помним, что одним из первых его политических шагов было встать на четвереньки перед королём Иорданией. Отношения Израиля с Иорданией годами были ужасны, пока был Натаниял. И кризис в отношениях стал следствием откровенной враждебности короля Абдалы и отказа Натаниялу идти на уступки и вымаливать милость короля. То есть король вёл себя, как свинья, назовём вещи своими именами. Натаниял сказал, ну иди к чёрту, ты мне не нужен, не хочешь быть человеком, не будешь. В отличие от своего отца, покойного короля Хустрина, Абдала стал активным сторонником ООП. Абдала поддерживает террор палестинских арабов, укрывает палестинских террористов. Более того, он является полноправным партнёром главы ООП Махмуда Аббаса в ведении политических войн против Израиля на международной арене. Мы это хорошо очень помним. Или они, или Махмуд Аббас постоянно в ООН что-нибудь против нас какую-то интригу плетут, какую-нибудь гадость. Ну а Европа, конечно, радостно поддерживает вместе с вашими демократами. Так вот, точно так же, как Аббас, Абдала наполнил контролируемые им СМИ Иордании антисемитским подстрекательством. Совершенно откровенным таким вот нацистским подстрекательством против евреев. И Абдала делал всё только, что мог, когда он пытался сорвать и отменить соглашение Авраама. У него не вышло. И в своё время он даже отклонил просьбу Натаниева пролететь через Оман с официальным визитом в Эмираты в начале этого года. Хотя их самолёты летают через Израиль. А Натаниеву нужно было полететь в Эмираты в начале года, когда он ещё был премьер-министром. И Абдала это всё сорвал. А ещё есть Иран. В последние годы Абдала активно пакетничает и сближается с Ираном, пользуясь при этом военной защитой США, кстати. То есть, с одной стороны, он сидит под зонтиком США военной, а с другой стороны, постоянно ведёт какой-то флирт с Ираном. И на этой неделе СМИ режима Абдалы радостно сообщали о дружелюбном телефонном разговоре, который произошёл между иорданским министром иностранных дел и его иранским коллегам. И вот обращение Беннета к Абдали, одно из первых его политических шагов этого кролика, ставшего премьер-министром нашим, оно было полностью лишено давления на хошемидского монарха с целью изменить этот антиизраильский курс. То есть, окей, ты решил не как Натаниеву, ты решил пойти к Абдали и поцеловать ему пятку, но хотя бы озвучь наши интересы. Нет. Беннет не призывал этого якобы мирного партнёра Израиля пойти по стопам стран-участниц соглашения Авраама и нормализовать отношения Иордании с Израилем. У нас есть формальный мирный договор, но Иордания фактически превратила это в холодный мир, то есть не войну. Более того, всю ту часть, которую она должна была как бы дружественную сделать, она отмотала назад. Беннет не потребовал, чтобы Абдала, например, удовлетворил запрос США с традицией террористки Аль-Хамтамими. Была такая террористка, арабка в Иерусалиме, которая участвовала в страшном теракте в 2001 году в Иерусалимском ресторане с баром. Они тогда оставили взрывчатку внутри гитары. Это была не просто взрывчатка, она была нашпигована кусками гвоздей. И когда это всё взорвалось, то сразу же погибло 19 человек, 12 евреев, из семеро из них были, кстати, дети. Ещё было ранено 140 человек. Ранен — это значит, для многих это означало, что это ранение на всю жизнь. Это перебитый позвоночник, это выбитые глаза и прочее, прочее, прочее. И вот этот Тамими, её в своё время арестовали, потом выпустили по сделке Шалита, теперь она сидит в Иордании. И в Америке люди подали в суд на неё, и Америка требует экстрадиции Тамими из Иордании. Но король Абдаллы не думает её выдавать. Тамими сделала свою карьеру на злорастой по поводу собственного участия в кровавом убийстве евреев и живётся припеваючи в Амане под защитой короля Абдаллы. И Беннету даже не пришло в голову потребовать того, чтобы Абдалла перестал фликтовать с Ираном, чтобы он отдал Америке вот эту самую преступницу. Напротив, игнорируя все враждебные действия Абдаллы, Беннет возложил ответственность за кризис в ордано-израильских отношениях на Натаньяла. Вот, оказывается, кто был виноват. Не вот этот мелкий пакостник королёк Абдаллы, который, кстати, часа не проходит, чтобы он не сделал какую-нибудь гадость Израилу, а Натаньялу, который не хотел преклоняться перед этим негодяем. И обвинив Натаньялу, Беннет, конечно, сделал налаживание связи из Израиля с Орданей крайне простым делом. Он просто подчинялся всем требованиям Ордании. То есть Ордания, мало того, что она гадит Израилю, она ещё регулярно требует, чтобы ей чего-нибудь ещё принесли. Помните, принесите-ка мне на ужин ваших детушек, я сегодня их на ужином скушаю. Помните? И вот Ордания, в частности, например, требует, чтобы Израиль поставлял ей воду практически за бесплатно. И эту квоту воды всё время увеличили. Почему? А потому что, вот потому что хочет. Потому что раз может, так почему бы не требует. Натаньял в своё время послал короля Ордании и сказал, иди со своими требованиями куда подальше. А Беннет просто подчинился. И во вторник правительство Беннета похвалило исторический прорыв в отношениях. Израиль согласился удвоить количество воды, которую он даёт Иордании ценой иссушения нашего озера Кеннеры, нашего единственного практически большого весноводного резервуара. И всё это вместе подводит нас к Лапиду и его внезапному визиту в Вашингтон на этой неделе. Хотя Иран якобы был в центре внимания этого визита, Лапида, администрация Байдена ясно дала понять, что они намерены пересматривать свои обязательства по продолжению политики ядерного умиротворения в отношении Тегерана. Но зато на этой встрече обсуждалось продвижение интересов палестинских арабов. Накануне прибытия Лапида администрация использовала годовщину подписания соглашения в РАМ, о которой он, кстати, даже отказывается называть своим именем. Они не могут произнести соглашение о РАМ. Чтобы подчеркнуть, что они вместе с Меркель в своей ненависти к мирным сделкам и своей решимости восстановить вето палестинских арабов в отношении установления мира между Израилем и арабских странами едины. То есть точно так же, как Меркель требует, чтобы было восстановлено вето палестинских арабов в отношении установления мира между Израилем и арабскими странами, Блинкен и вся эта банда, которая сейчас сидит в Белом доме действует точно так же. Администрация Байдена начала с заявления о чёткой приверженности решению, основанном на существовании двух государств. Мы продолжаем приветствовать, я цитирую, заявление Госдепартамента экономического сотрудничества между Израилем и всеми странами региона. Но мы надеемся, что нормализация может стать рычагом для продвижения прогресса в израильском-палестинском направлении. Лапид постарался скрыть от общественного внимания о забоченности Израиля про иранской позиции администрации. То, что, в общем-то, нынешняя позиция Байдена откровенно совершенно говорит нам оба поинтересны Израиля, мы продвигаемся с Ираном. Если вы по дороге погибнете, то, в общем, закопаем и поплачем на вашей могиле. Но как бы это всё Лапид старается сделать вид, что этого не существует. Как он лебезил перед Меркиль, точно так же и здесь он лебезит, и также не обращает внимания на умаление исторического мира, который для израильтян означает просто переворот в сознании. Мы говорили об этом столько раз, что я не буду сейчас отвлекаться уже на это. Но соглашение Авраама — это было землетрясение, потому что оказалось, что можно сделать мир, поменять мир на мир, не отдавать что-то, не унижаться и получать в ответ презрительное, холодное отношение, а сделать нормальный мир и поехать к ним в гости. И они тебя принимают как гости, и ты их принимаешь как гостей. И вы вместе делаете бизнес, и вы вместе продвигаете свои страны. И всё это можно было сделать, оказывается. Это сделали Трамп и Натаньял. Но всё это нынешняя администрация американская просто отмела. И Лапид делает вид, что всё в порядке. Это и понятно. Ведь точно так же, как и Беннет игнорирует враждебность Абдауы и обвиняет Натаньял в плохих отношениях к Саордании, Лапид объявил Натаньял виновником антагонизма демократов в отношении к Израилю. То есть оказывается, то, что антисемиты, прогрессисты в демократической партии ненавидят Израиль и пытаются ему навредить это Натаньял виноват. Ради этого Лапид просто игнорирует и радикализацию демократической партии, её быстрое распространение как бы там внутри антисемитизма среди американских левых в последние десятилетия, которые только слепой сейчас не видят. Во вторник Лапид встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. И Лапид похвалил Харрис всего через две недели после того, как та похвалила студентку, обвинившую Израиль в совершении геноцида. Мы об этом говорили в прошлый раз. Две недели назад Камила Харрис встретилась со студенткой, которая заявила, что Израиль совершает геноцид. Вместо того, чтобы садить её и сказать, что дуба рухнула, как ты смеешь говорить такое о нашем партнёре и друге, зачем ты врёшь и мне, второму выборному лицу в США? Она сказала, да, я понимаю твою правду. И вот после этого Лапид приходит и говорит про Харрис. Это одна из лучших друзей Израиля в Вашингтоне, лидер, на котором всегда поддерживает нас во всех важных сражениях и на котором мы всегда можем рассчитывать в трудные моменты. Наверное, так же, как афганский народ мог рассчитывать на помощь Камилы Харрис и Байдена в свои трудные моменты. Но в продолжении Лапид не просто проигнорировал то, что лишь недавно сделала Харрис. Он косвенно и оправдал её поведение. В описании встречи в своём твиттере Лапид сообщил, что помимо обсуждения ядерной программы Ирана, он и Харрис говорили о том, как укрепить бипартизанскую, двупартийную связь Израиля со следующим поколением американцев. И Байдена совершенно не выразил беспокойства по поводу антисемитизма, процветающего в университетских кампусах, о котором теперь только глухой и слепоглухонемой не знает и не слышит. Он похвалил молодых американцев, они заняты не только войнами и конфронтациями, но и климатическим кризисом, глобальным иммиграционным кризисом и вопросами идентичности, проварковал он. Ну то есть весь этот политкорректный мусор. В прошлом году у Израиля ещё была внешняя политика, основанная на реальности. И это сейчас становится просто… Видно, дальше некуда. И она основывалась на простой истине о том, что справедливость, существование и могущество Израиля неизменны. То есть нет такого соглашения, нет такой сделки, в которой отрицается право Израиля на существование. Именно эта внешняя политика реально положила конец вето-палестинских арабов и привела к четырём прочным мирным соглашениям с арабскими государствами, которые прочны не потому, что подписана бумажка и кто-то её соблюдает, а потому что это тысячи связей, которые связали сейчас Израиль и, например, Объединённые Арабские Эмираты. Деловые связи, культурные связи, какие угодно. А теперь у Израиля есть отрицающая реальность внешней политики, которая восстанавливает право вето-палестинских арабов и прославляет врагов Израиля. И, как вы заметили, Сергей, вначале, по сути дела, возвращает нас к Осло. Я вижу, что мы должны сделать перерыв, но после перерыва я думаю, что там есть ещё одна тема, очень неприятная, очень тяжёлая и горькая, но мы должны будем её тоже затронуть, если успеем. Ну, а теперь, наверное, сделаем просто... Да. Ну, а в случае, если у наших радиослушателей будут вопросы, наверное, вы сможете на них ответить? Правда, сейчас после перерыва на вопрос. Открытый диалог с Александром Непомнящим Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Открытый диалог. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. На тот случай, если у вас возникнут вопросы, кстати, вопросы уже есть, давайте попробуем принять звонки, ответить на вопросы. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Давно вам не звонил в командировках. Нила, я не к вам два вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что вы там, я здесь? Если бы не Таньяхова участвовал власти, он бы, что, Меркель не приехала в Визраиль, и он бы не принял её, я очень сомневаюсь. Я уверен, что она бы приехала, и он бы её принял точно так же, как принял этот правительство, которое у вас, к сожалению, существует. И второй вопрос. Вы знаете, я немножко был, как говорят, не смущен, не знаю как. Вы когда рассказывали про посёлок, деревню, которую создали бедуины, и для чего, почему у меня было, потому что, насколько я знаю, друзы и бедуины являются лояльными жителями Израиля, они служат в израильской армии, и я был много раз в Израиле, я был и в друзских деревнях, и в бедуинских, и я никогда не видел, это что какая-то отдельная группа, и кто это? Я, например, никогда не сказал, чтобы друзы делали какие-то поселения, первый раз слышу, объясните мне это. И третье, последнее, то, что вы рассказали, что так называемая палестинская автономия не признаёт евреев как нацию, но это 100% как советских учебников, возьмите книги 70-х, 60-х, конце 60-х годов, и евреи, это не нация, это не народ, это, каждая книга об этом твердит, а так, а вы помните, откуда Аббас Карабас, где учился, и у кого учился, то он продолжает линию, это же самое. Большое спасибо вам, и я с удовольствием вас послушаю в параде. Спасибо большое за вопрос. И так, по порядку. Приехал бы Меркель, если бы Натанила был премьер-министром, это не факт. Ведь факт как раз в том, что когда Меркель приехала в Израиль, она не захотела встречаться с Натаньялом. То есть, по протоколу, она должна была встретиться и с правительством, и с оппозит, и с коалицией, с оппозицией. Но она не захотела видеть Натаньяла. Натаньял особенно не настаивал. То есть, тоже ему большой радости видеть её нет. Скорее всего, если бы Натаньял был премьер-министром, Меркель бы сюда просто не приехала. И даже если бы приехала, Натаньял отнёсся бы к ней, так, как он относится к необходимости пожимать руки разным негодяям. Он пожал бы и руку, сказал бы какие-то хорошие слова о Германии, он умеет находить правильные слова, но не лебезил бы, выпучив глаза, как это делали нынешние главари Израиля. Теперь, что касается бедуина. Вопрос, на самом деле, очень интересный, и, может быть, стоит отдельного какого-то разбора. Бедуин бедуину, как говорится, рознь. На территории автономии действительно не живут друзы. Друзы живут только в Израиле, в Ливане, в Сирии. И друзы лояльны в Израиле. Они подписали в начале создания государства Израиля договор с Израилем. И, по большому счёту, они лояльны государству Израиль. Среди них тоже случаются всякие проколы, но, в общем-то, они ведут себя ответственно. Бедуины же, в общем, есть разные. Есть бедуины, которые служат в израильской армии, как вы верно заметили, а есть, которые не служат. Есть те, которые вполне себе нормальные люди, с которыми можно договариваться. Более того, мне кажется, консулом в американских крупных городах, мне кажется, даже в Калифорнии, был одно время израильский араб, бедуин, мусульманин, который, в общем, был большим сионистом, защитником интересов Израиля, делал это всё замечательно совершенно. Но, во-первых, в последние годы идёт процесс радикализации бедуинов на юге, в Негиве в основном. И это за счёт исламского движения, того самого, которое сейчас правительство Беннета. Они становятся всё более и более фундаменталистами в плане ислама и всё более антиизраильские настроения. Во-вторых, есть бедуины, которые не являются гражданами Израиля, они граждане автономии. И вот хан-эль-Ахмар как раз их проект и есть. То есть это не граждане Израиля построили на государственных землях незаконный посёлок. Это захватили территорию бедуины, не граждане Израиля, граждане автономии. И они являются откровенно враждебно настроенными нам элементами. Вот как-то так. Сергей, у нас есть ещё вопрос? Нет, давайте перейдём, наверное. Ну, в своё время, как всем хорошо известно, администрация Трампа признала Иерусалим столицей Израиля и перенесли посольство в Иерусалим из Тель-Авива. А что происходит сейчас? Сейчас ситуация очень-очень нехорошая, прямо катастрофически нехорошая. И, в частности, возможно, с этим был, на самом деле, связан тот самый визит Лапидо, о котором я и говорил. Лапидо рванул в Америку в попытке как-то успокоить американцев, попытаться с ними договориться. И мы видим, что у него это не удалось. Ну, собственно, и не могло получиться, потому что Лапидо не тот человек, который умеет договариваться о чём-то в серьёзных ситуациях, и с ним просто, видимо, не захотели серьёзно разговаривать. Соединённые Штаты сейчас навязывают Израилю открытие консульства для палестинских арабов в Иерусалиме. И это, в общем, удар по Лапидо, потому что прямо во время его визита Блинкин объявил, что Соединённые Штаты намерены снова открыть палестинское консульство в Иерусалиме и сделать это в одностороннем порядке. Не очень понятно, насколько это можно сделать, потому что вообще-то дипломатия международная подразумевает, что открыть консульство в столице государства можно только срезать соглашение государства. Но администрация Байдена, как вы знаете, нарушает любые соглашения. Ей нарушить ещё одно международное соглашение, международную норму для них очень легко. Через четыре месяца после формирования правительства в Израиле разрыв между позицией Израиля и администрацией Байдена кажется непреодолимым. И это несмотря на визит Лапидо, который был на этой неделе. Соединённые Штаты настаивают на возобновлении работы консульства палестинского внутри Иерусалима и израильское правительство пока с этим не соглашается, потому что понимает, что если оно согласится, то выдавать себя дальше за правых ни Беннету, ни Сару уже не удастся. По сути дела проблема в том, что если Америка вновь откроет консульство в Иерусалиме для палестинских арабов, то это будет фактически, во-первых, отказ от признания Иерусалима столицей Израиля, во-вторых, выражение символического будущего раздела Иерусалима и признание его столицей палестинских арабов. При этом администрация сначала сейчас пытается договориться с Израилем, но если этого не удастся, то после того, как бюджет пройдёт, видимо, они боятся, что если они это сделают до принятия бюджета в Израиле, то есть в ближайшие три месяца, то уже, так сказать, нерву каких-то правых линегатов дрогнут и обрушится бюджет, Израиль пойдёт на выборы, и, в общем, сменится администрация, которая, если опять придёт Натаньял, то Натаньял, конечно, сумеет это дело торпедировать. Но если ему дастся провести бюджет нашему правительству, и оно как бы станет серьёзно надолго, то есть не будет никаких реальных шансов свалить его в ближайшее время, то администрация Америки намерена принять этот односторонний шаг. При этом здание, которое они хотят использовать как консульство для палестинских арабов, это сегодня резиденция американского посла. До 2019 года оно действительно служило независимым консульством палестинской администрации, но оно было закрыто администрацией Трампа. После того, как Трамп его закрыл, открыть его снова, по идее, без согласия Израиля нельзя. Но, как я уже сказал, нет ничего такого, нет той нормы международной, которую администрация Байдена не переступит. В Израиле говорят, вы можете открыть это консульство в Рамале или даже в Абудисе, то есть в арабской деревне пригорода Иерусалима, но за пределами муниципальных границ города. Но администрация категорически отвергает эти предложения, и понятно почему, потому что им важно доказать, что они как бы сметают обратно, выбрасывают на помойку признание Иерусалима Трампом и осуществляют раздел Иерусалима, как бы отделяя еврейскую часть от арабской. И, судя по всему, в крайнем случае назначенный американский посол Том Нитц начнет работать в консульстве самостоятельно без одобрения Израиля. Уже через несколько недель после того, как будет утвержден государственный бюджет. Но Натаньял смотрит на это сейчас как лидер оппозиции и, в общем-то, сделать ничего не может. Единственное, что он заметил, что Беннет снова смиряется, даже когда дело касается Иерусалима. Имеется в виду, что, когда у нас сейчас разбушевалась корона, который, по сути дела, Натаньял уже пригласил в Израиле, и тут пришел Беннет, и несколькими неловкими движениями слонов посудной ласки снова поднял у нас волну этого коронавируса, и полторы тысячи людей умерло фактически по прямой вине Беннета, который сорвал все те мероприятия, все то, что было начато Натаньял. Так вот, когда им казали правительству, что же вы делаете, уже полторы тысячи человек угробили, они сказали, ну что, это же эпидемия, значит, ничего не поделаешь, вот такая вот у нас эпидемия, ну мрут люди, мрут и все. И вот, как бы, точно такой же подход, типа, ну ничего не поделаешь. Беннет сейчас демонстрирует и в отношении раздела Иерусалима, который осуществляет администрация Байдена. Самая враждебная администрация в истории наших, в отношении наших государств, и самое слабое, и самое антиизраильское, антисемитское правительство в истории Израиля сегодня у нас у власти. Эту ситуацию не придумаешь. Сергей, у нас есть вопросы? Спасибо, нет. Давайте, наверное, перейдем, может, к следующей теме. Я имел в виду помощника председателя комитета КНЕСЭТа по иностранным делам и обороне. Да, на этой неделе у нас, опять же, еще один разгорелся скандал, связанный с тем, что у депутата от партии Лапида, Рама Бен Барака, который на минуточку был замместителем главы Моссада, есть помощница, но он депутат КНЕСЭТа, у него есть помощница парламентская, как бы все нормально. При этом сам Рам Бен Барак, бывший заместитель начальника Моссада, он председатель парламентской комиссии по национальной безопасности и иностранным делам, то есть это самая важная комиссия КНЕСЭТа по иностранным делам и обороне. И вот у него есть парламентская помощница, которая вместе с ним как бы включена в число людей самых секретных, фактически, самых больших допусков, то есть через нее проходят документы под грифом «самый большой секретность». И оказалось, что эта помощница, на минуточку, она активистка исламского движения, и она как бы встречалась и фотографировалась совершенно в открытую с пропагандистами джихада и пропагандистами смертников-террористов, и пропагандистами террора, как бы поддержку террора против евреев. И, кстати, она вместе с ними крутилась на общих встречах, фотографировалась с ними, при том, что эти люди как бы находятся в разработке службы безопасности, один из них был даже запрошен, один из них высказывался открыто за убийство солдат. И теперь как бы Раму бен Бараку подошли и сказали, «Ты что, парень? Откуда ты свалил? Как это может быть?» Сам Раму бен Барак недавно, то есть ещё до того, как он стал депутатом ГДС, он говорил, что на самом деле он не видит проблемы, что, например, Моссад может возглавить араб. Ну и теперь у него действительно, мы теперь понимаем, что всё непросто. Теперь действительно у него помощница является представитель из радикального исламского движения. И когда ему поймали за руку и сказали, «Как же так?» человек, который имеет доступ к самым большим секретам, она арабка-мусульманка-экстремистка, которая просто в обнимку сфотографируется с откровенными сторонниками террора, он сказал, что тут ничего страшного, в конце концов, никакая конфиденциальная или секретная информация ей недоступна. И более того, она проходила специальные курсы и её проверяли на эту должность. Но оказалось, что он это врет просто на голубом глазу, потому что, вопреки его заявлению, оказывается, что она да имеет доступ к конфиденциальной секретной информации больше, чем обычные даже парламентские помощники, потому что у него должность такая, он глава комитета КНЕСТа по иностранным делам обороны. И курсы, о которых он говорит, это как раз те самые курсы, которые организовала исламское движение «Братья Кусульман Рам», и там как раз преподавали вот эти самые пропагандисты террора, с которыми она и фотографировалась. И маленькая деталь. В 2015 году Рамбен Барак был кандидатом на пост главы Моссада. Йоси Коин уходил нынешний, который ушёл сейчас в отставку. И Рамбен Барак очень хотел стать новым главой Моссада, и селевые его продвигали. Натаньяо, тогда он был премьер-министром, он сумел избежать этой ситуации, не дал Рамбен Бараку стать главой Моссада. Но теперь мы понимаем, Натаньяо часто обвиняет в том, что он не умеет разбираться в людях. И оказывается, он очень даже хорошо умеет разбираться. Ну а у Апида, что не депутат Кнессета, то оказывается у него... Просто то у Сара одного парламентского помощника застрелили в арабской разборке, то там ещё что-то произошло. Вот теперь мы выясняем, что у них исламские экстремисты парламентских высших допуск и секретностей. Вот такие вот у нас невесёлые новости. Сергей. А что происходит в Ливане? Скоро у нас времени осталось? Давайте попробуем принять звонок и ответить на вопросы. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что взяли мой звонок. Спасибо, Александр, за ваш глубокий анализ. У меня по-минскому вопросу. Хотелось бы узнать, какие отношения между Израилем и Китаем сейчас? Это первый вопрос. Второй мой вопрос. Вот скажите, вот мы знаем только Либермана, который выдвинулся с этой, как говорится, русскоговорящей, или Оливии, которая приехала с России и с этих стран бывшего Советского Союза. Но неужели никто не может выдвинуться, допустим, ещё, который был бы его антотип, который, допустим, бы рассказывал, кто он есть, и, видимо, может быть, русские пошли бы за ним, вместо того, что пошли бы за Либермана. Это второй вопрос. И третий вопрос у меня. Что же всё-таки происходит с партией на Киньяху? Неужели, как же они могут добиться своего, допустим, чтобы они опять пришли к власти? Что они этого делают? Неужели они не могут прийти и объяснить, чему этому, еврейскому народу, израильскому, что это партия, которая пришла сейчас и правительство, это, по сути дела, смертная и предоворки израильского народа? Спасибо большое. Спасибо. Ну, вы задали три фундаментальных вопроса, каждый из них минут на 40. Я попробую уложиться в те минутки, которые у нас остались. Начну с третьего. Натаньял, как глава оппозиции, делает всё, чтобы свалить нынешнее правительство израильское. И сейчас возобновилась работа Кнессета, то есть возникла возможность опять противостоять им на каждом шагу. Это то, что делает Натаньял, параллельно пытаясь разъяснять те ужасные вещи, которые творит это правительство. Но по одному его желанию не могут состояться выборы. Выборы в Израиле самый как бы оптимистический вариант — это то, что в течение трёх месяцев правительству не удастся принять бюджет, и тогда мы автоматически идём на выборы. Но Бен и Телопит включили просто печатную машину, машину для монетного, как называется, аппарат этот, и, видимо, распишут какие-то безумные космические цифры. Все, кто недоволен, получат большую пачку денег, и бюджет пройдёт, ну а расплачиваться за это придётся народу Израиля, который будет платить высокие налоги, и, кстати, экономика будет израильская трещать. У нас уже начинает появляться инфляция, которой приняты не было просто как таковой не было. Поэтому либо удастся свалить правительство тем, что не будет принят бюджет, но кажется это мне сейчас не очень вероятно. Либо, так сказать, пойдёт процессы какие-то, опять же, в Израиле вся ситуация, как вы понимаете, очень нестабильна. У нас тут есть Иран, у нас тут есть Америка со своими идеями о создании арабского государства. Есть, конечно, сами арабы, которые до сих пор всегда как-то сами помогали нам своими интенсивными антиизраильскими действиями. То есть в последний раз, когда, например, был Худ-Барак, то тут началась такая кровавая бойня, когда каждый день по несколько терактов убитых, что, в общем, даже самые тупые израильские хомячки прозрели и поняли, что к левым нужно относиться с осторожностью. Я очень боюсь, что нынешнее правительство ещё быстрее и ещё, так сказать, с большей лихостью доведёт нас до этого состояния, до которого в своё время Барак дошёл за 8 месяцев. Но вот сейчас мы 3 месяца с этим правительством, 4 месяца, и мы посмотрим, что будет дальше. По поводу Китая. У нас нет больше времени, да? И у нас есть 5 минут ещё времени. По поводу Китая, ваш вопрос. Израиль ведёт себя очень осторожно. Потому что, когда был Натаньяо, ну, вы знаете, он был мастером дипломатии, и он умудрялся разруливать, идти, так сказать, между каплями, между интересами США, России и Китая, так, чтобы со всеми понемножку дружить. Ну, Америка, как бы, наш главный друг, а Китай и Россия так, чтобы, так сказать, наши интересы соблюдались и чтобы что-то им приходится, так сказать, в чём-то уступать, но не в принципиальных вещах. Нынешние, как бы, являются шестёрками администрации Байдена. Поэтому, скорее всего, их политика китайская будет не самостоятельной, а что Байден скажет, так и сделает. Вот поэтому это может быть полной уступки, а может быть, наоборот, так сказать, фронтальная конфронтация. Вот как-то так. У вас был ещё второй вопрос о Либермане. Делаются попытки. То есть, в общем-то, сегодня в Израиле нет человека, который бы не понимал преступности той, как сказать, я не могу даже назвать это партии. Партия Либерман, это не партия, это мафиозная группировка. 18 или 17 приближённых Либермана сидят в тюрьме или прошли, так сказать, находятся под судом за хищение в особо крупных размерах или нарушениях какого-то рода. То есть, они всем мафиозы. И прокуратура делает вид, что не понимает, что если 17 заместителей и высших деятелей партии мафиози, то глава этой партии не может быть не мафиозой. Но поскольку Либерман сейчас нужен левой коалиции, то его держат. Ну, а, соответственно, он служит ей, понимая, что в любой момент они могут задать этот самый вопрос, а что же, если 17 человек сидят или в разных степенях посадки или уже отсидели, то что было с лидером? И тогда Либерман сядет всерьёз на долг. Поэтому в Израиле сегодня те, нормальные люди, все уже знают, чего стоит Либерман. Те, кто за него голосуют, это люди, которые либо живут в своём мире, в своём пузыре, им абсолютно плевать. Даже если Либерман начнёт насиловать в открытой четырёхлетних детей, то они всё равно будут за него голосовать. Либо это люди, которые разделяют подход Либерман от декларируемой, о том, что, мол, в гробу мы видели всех этих харидим, всех этих религиозных евреев, надо их прижучить как следует. И им нравится эта позиция, потому что, приехав в Израиль по документам, по закону еврейской репатриации, они на самом деле себя евреями не считают. И в каком-то смысле даже это та публика, которой неприятно, что вокруг одни евреи, они их называют другим словом, вы знаете, каким. И, так сказать, Либерман для них тот человек, который вставляет вот этим самым евреям. Поэтому они будут за него голосовать по-любому. Ну и разные люди, которым вообще нравятся мафиозные лидеры, типа Сталина, вот на такой железный кулак. Ну а Либерман пользуется этим, и сегодня он пилит бюджет, будучи министром финансов. Сергей? Ну что ж, наверное, я не знаю, две минутки времени есть, но тема, которую я упомянул, то, что происходит в Ливане. В словах о Ливане, в Ливане на прошлой неделе, мы говорили о других речах, по-моему, мы не упомянули то, что в Ливане на прошлой неделе в субботу просто обрушилось электричество по всей стране. И до воскресенья электричества не было. И это показывает, до какой степени Ливан разрушен как государство. То есть это уже давно, на самом деле, гниющая структура, в которой нет государства, нет правительства, нет парламента, ничего нет. Там всё разрушено, всё развалено Хизбалой. Но сейчас-то вышло на новый уровень, и вот буквально в конце недели ливанские христиане, фалангисты, начали стрелять по боевикам Хизбаллы и, в общем-то, готовиться к тому, что многие называют началом гражданской войны в Ливане. Дойдёт до гражданской войны или нет, непонятно пока. Но понятно то, что у народа Ливана докипело. То есть в своё время уход Ихуда Барака из Южного Ливана превратил Хизбалу в стратегическую угрозу для Израиля и в главную политическую силу Ливана. Сегодня это привело к тому, что ливанское государство развалено, экономика развалена, всё, что только можно было украсть или разграбить, Хизбалла разграбило. И людям стало реально невозможно жить. То есть не просто плохо жить, а невозможно, потому что в магазинах нет хлеба, в магазинах нет элементарных лекарств. Электричество отключается каждый день по несколько часов, а вот в прошлую субботу до воскресенья его просто не было по всей стране вообще. И, так сказать, получится ли Ливанцам избавиться от Хизбаллы, пока не очень понятно. Но прецедент положен, если раньше их боялись, то сейчас их начинают стрелять. Вот как-то так. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова